вечер добрый как обычно чайка лайф именно в это время как всегда в программу приходят разные люди гости причем гости совершенно разного порядка вы понимаете имея ввиду музыканты и не музыканты но как обычно представляю гостя в самом начале а у нас сегодня гость знаете вы его прекрасно любите я уверен как музыканта как человека как персонажа если хотите как личность потому что человек многогранных талантов множество под ним знаете ли развершихся уже давным-давно тропинок по которым он топает и делает это качественно в любом направлении николай гринько сегодня в программе чайка лайф привет кольдорога привет здравствуйте как я рад тебя видеть давно не виделись вот правда сейчас расшаркаемся для начала потому что не виделись очень давно и обидно от того что как-то так встречаемся редко но редко до метка напомню наши координаты имея ввиду для связи 46 47 это короткий номер для смс к ваших сначала свои пишите потом делаете пробельчик а дальше сообщение вот обязательно должна быть этот префикс должен быть свои пробел а дальше сообщение начать сообщение к нам не доберется обидно правда же вы писали а мы не обнаружили его как-то в общем неправильно это было бы не забывайте пожалуйста о том что в сообществе вконтакте вы можете писать сообщения и мы их читаем само собой самое интересное озвучиваем и вайбер ватсап это два мессенджера которые работают для вас совершенно бесплатно кстати потому что интернет позволяет номер один и на вайбере и на ватсапе 925 5 26 27 37 925 5 26 27 37 самые любопытные из всех пришедших сообщений конечно же озвучиваем в эфире и с радостью это делаем я думаю знаешь что мы сейчас начнем с песни чем с песней которую знает аудитория знает но в другой аранжировки просто потому что эта песня у нас в ротации крутится так как ты ее сделал как-то в эфире программе живые с лупером а сейчас она переделана что ли переаранжирована сделано в полном электричестве так понимаю да все верно всем коллективом все красиво громко электрический не значит красиво но громко это самое важное я даже название этой песни говорить не буду потому что ее знают наизусть я уверен в этом что-то там секундочку так концерт концерт мы это озвучим обязательно об этом скажем есть что-то что еще надо такое важное да ничего нет на нас сейчас слышно на ютюбе может махать ручкой слышно и видно пока песня в эфире а на ютюбе нас по-любому слышно еще и слышно на ютюбе у нас матом не ругаться это да ну как блин держи себя вот держи себя вот зачем ты вот нет пожалуй наверно не таких глобальных неких событий нет там блин ну а планах же наверно не надо ну как-то так сильно распространяться пока планы не реализовались ну не знаю это все зависит от того как ты вернешься к таким вещам кто-то боится озвучивать планы кто-то наоборот тысячи вдруг не получится тоже верно я тут как то есть таких каких-то ну петь будете ну где ну ребят борис где тут петь то в этой истории танцевать будем песни мы вам ставим слушать песни вы можете в эфире радио станции не на ютюбе а в эфире станции все идет параллельно включите танцы для себя параллельно в приложении либо на сайте и слушайте песню пожалуйста вот она слушайте звучит и в эфире звучит здесь в ютюбе конечно же нет просто роберт авторское право вот и под кем ходишь классно под кем под собой под собой но тем не менее себя хожу вот удивительная вещь сидит у меня здесь ну не знаю как же уриевский мы болтаем болтаем я поставил песню и случайно не стал убирать колоночки не так тарахтят мне в личных сообщениях приходится вообще youtube обнаружил авторскую песню там авторская уриевский здесь у меня его песня в эфир поэтому извините youtube рубит могут зарубить канал поэтому мы на youtube песни естественно не даем мало даже история была когда жанна хасан агузарова когда для того чтобы не платить авторские гонорары она перед каждым концертом ездила в рау и подписывал договор об отказе об авторских прав и пишут отказ едет играть концерт ну я по крайней мечтал об этом возвращается обратно и снова возвращать театрские права ну чтобы ну что за фигня правда с нее требует деньги чтобы оплатил исполнение сообщение что на ютюбе слышно песню ну как слышно и услышно как бы эхом или слышно целиком эхом же слышно ну это еще наушников ну чё делаешь наушники спрашивает меня вы не боретесь больше с автором мы не боремся с авторским правом это youtube борется за авторское право принципе он прав безусловно извините за тавтологию потому что растая авторы и ты для тебя это работа то естественно ты за это должен получать деньги обидно только когда автор сидит в студии а youtube этого всего не особо следит за этим а просто ругается за то что пишешь песня ну что же ну это же его песня и поэтому он имеет на это полное право бог с ним давай к делу сколько мы не виделись мы пытались посчитать так и не посчитали не смогли долго астрономические цифры какие-то долго очень да за это время ну наверняка что-то у тебя произошло интересного давай сразу вот давай мы начнем с концерта 22 ноября концерт до следующий четверг расскажите четверг где сокольниках в парке сокольники кафе под названием море внутри клуб такой мы играли там летом на веранде нам очень понравилось было очень хорошо и уютно вот и при первое что когда мы объявили что мы теперь играем ну практически зимой в этом море внутри главный вопрос был внутри ли собственно потому что уже тогда было достаточно прохладно а теперь вот да мы внутри в помещении в отапливаемом вот и играем концерт будет у нас три отделения три три отделения не два три два с половиной сказать то есть полноценное отделение электрическое громкое музыкальное со всей бандой половинка отделения укулельная в середине перекур да вот и потом возвращаем музыкантов отдохнувших окрепших за это время ты работал они отдыхали конечно им надо давать отдыхать разумеет молодец какой заботливый не то слово да кто же них еще позаботиться кроме как я вот и потом еще 22 ноября сокольники море внутри восемь сбор восемь вечера 22 ноября сокольники это нужно учитывать надо обязательно себе поставить эту дату я сейчас аудитории сообщаю в календарик для того чтобы можно было не забыв прийти на концерт я думаю что вам это будет во первых кайф если вы никогда не слышали подожди кончику грин называется все теперь грин да просто грин никогда не слышали грин живем то вот вам рекомендации обязательно это сделать потому что там энергетика такая что башню сносит все очень круто надо наверное для тех кто не очень в курсе что есть такие люди немножко более подробно о тебе потому что ты сегодня мы сегодня представим обязательно премьерную песню твою но обязательно представим песню себе тебе и себе да и нам всем но тем тем не менее все таки важно вот что не все возможно знают кто ты и что ты помимо то что музыкант для меня например это было в свое время откровением я об этом уже тоже говорил неоднократно в наших встречах когда мы в эфире и в живых тоже общались коля главный звукорежиссер радио вести много ли сколько лет о ю больше 8 10 наверно не помню много ли но то есть еще мы работали на маяке ты там уже работал на тот момент мы ушли оттуда на наше радио ты еще там работал до сих пор работы до до сих пор то есть это твоя такая постоянная работа главный звукорежиссер радио вести ну да тогда ты писал сценарий для кого в тот период я не помню для кого только не писал сценарий я подержу подержу чё фонит я хочу понять да тут есть сообщение что какой-то наводка я просто сторончику его положил сейчас посмотрим если не будет наводки значит от него наверное а что был вопрос а сценарий для кого я писал для тех соседних радиостанций которые в том же здании сидели для радио россии например я писал сценарий детских сериалов три года подряд мы выпускали такие годовые сказки ну в смысле один сериал шел год следующий год еще один сериал радиосериал радиоспектакли такие полноценные с шумовыми эффектами со всеми со всеми вот этим пирогами я писал для них сценарий я записывал для них актеров я выполнял звукорежиссерскую функцию я получал зарплату еще одну ну да ну что ты прям богатый не то слово богаче некуда вот параллельно периодически приходили какие-то просьбы написать сценарий для рекламных радиороликов я даже не знаю где никуда не потом где крутились я тоже их писал потом каким-то какое-то время спустя я у тебя тоже рассказывал это всегда повод для шуток но я всегда это буду давать этот повод для шуток я писал для петросяна для всех этой вот братья я к чему и вел я я я помню да и мне важно чтобы ты это сам озвучил но не для него лично для всех нет не для него лично для кого конкретно многие знают этих людей господин ну вот и ты знаешь я не знаю этих людей вот чем беда подписал для них монологи нет не монологи песни а песни конечно музыкальные все эти вот это человек пчела по-моему я не помню ну вот что то что то они там поют а я хочу сказать что удивительно но адекватные люди ты понимаешь у петросяна да не пожил люди то они адекватные про юмор он немножко другой нет он не плохой нехороший он другой да 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 люди адекватные более того там среди в его команде я не помню фамилии этик я просто помню визуально есть один такой маленький невысокий который читал монолог выпивая постоянно по чуть-чуть из графина якобы вода это водка и в итоге он пьянел до конца то ли прапорч очень классный монолог вот реально и актерский сыгран замечательно потрясающе то есть там есть талантливые ребята очень то конечно я говорю об общем и целом это как дубина ригами ригина дубовицкая вот этот весь юмор он такой весь для народа вот такого знаешь народ выпил ослабился и весело нам да вот об этом я мы это не хорошо неплохо это так но ты не переживай ты же это делал теперь не делаешь да и вот поэтому больше не переживаю так что еще давай расскажи ой ну нет что еще я всегда где-то еще параллельно работал каких-то самых разных местах где-то дел радиопрограммы где-то монтировал сводил музыку кому-то писал какую-то музыку для электронных игр писал музыку для каких ну вот есть игра под названием мимизавр не знаю но мало ли кто-то в курсе там то и дело да это смешно эта игрушка это приложение совсем маленьких детей она помогает им в общем делать так чтобы процесс чистки зубов не был скучным это ты для этого музыку писал да я писал музыку жалко не послушать а что за музыка там такая интересно ну такая музыка интересно чистить зубы не знаю ну такая смешная такая насекомая не знаю как это назвать я не помню платная ли она эта игрушка можете скачать послушать наверное вот ну вот что еще рассказать чем я еще занимался это важно важно на расширяй просто мне важно расширить тебя немножко разбить хорошо ну вот последний год я работал на а можно называть радиостанции да давай у нас можно можно слава вот я работал на радио ретро фм продюсером утреннего шоу то есть кто такой продюсер утреннего шоу я уже знаю там по крайней мере этот выглядит так что это человек текстом которого разговаривают все ведущие вот я не могу сказать что это очень правильный подход а самое главное это очень выматывающая история когда-то должен тебя плода вплоть до запятой все написать и большая часть текста то есть ты полностью писал сценарий для утреннего да это опять сценарий получается да и для меня это откровение потому что я никогда не думал что в fm есть радиостанции которые работают по сценарию вот настолько плотно прям по тексту бывают как выяснилось вот но это не 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 в общем тяжелая эта работа оказалась не потому что надо много писать сценариев а потому что надо просыпаться в половину пятого утра а это первый мой рабочий день ну смысле на первой работе я после этого ехал на вторую работу и там рабочий день заканчивался в 9 вечера я приезжал в половину 11 домой вставал в уголочек в душ поспать просыпался в половину 5 и в общем этот год был тяжелый очень тяжелый как я набрался опыта тоже хорошо да и опыт мне подсказал что больше не надо я начал сказать следующее рабочее место себе вот в данный момент я креативный директор агентства лава медиа это так называется и что делаешь ты как креативный директор там я опять пишу сценарий ну чё я еще могу делать ну я же не знаю да я пишу сценарий для рекламных видеороликов в интернете который крутится некоторые должны быть вроде бы в телевизоре но поскольку я не очень давно там работаю примерно полгода пока вот так особо похвастаться нет нечем но если кто-нибудь помнит в интернете на ютюбе крутился ролик в котором добрый никитич говорит слова офигеть вот это я придумал такой персонаж как добрын никитич этому тебе должно быть благодарны что ты его прожил в его уста традиционное русское я понимаю русская народа офигеть не я не видел а человек а чё реклам почему подождем я уверен что все что ты делаешь и талантливо другое дело что рекламирует этот ролик если офигеть мобильный телефон а тогда офигеть конечно реально вот есть несколько таких циклов рекламных видеорекламных которые от которых я офигеваю в хорошем смысле вот есть потрясающе много лет тоже занимался рекламой ты это знаешь и увлекался этим делом и писал рекламу много в свое время бросил потом потому что нет времени и сил но я за этим следил и вот эти ночи пожиратели рекламы для меня были очень важными явлениями и я всегда восхищался тем какие потрясающие ролики там показы и когда говорят в россии нет есть очень много в россии талантливых производителей рекламы только эта реклама делается скорее под фестивали потому что заказчики не в состоянии оценить вот сейчас ты понимаешь корежи даже прям конечно конечно чтобы заказчик принял безумную какую-то идею оригинальную я не знаю как что надо сделать с этим заказчика что в него влить в дуть я не знаю чтобы он принял это решение потому что но это очень тяжело они блин знаешь у меня была знакомая которая работала на телефонной станции вот телефонисткой прям не тогда еще я не настолько старый как я хотя старый вот но да работала и у них главным ругательством было что-то такой тупой как абонент вот да вот у меня теперь ругательство что-то такой тупой как клиент или вот как кто-то из тех кто принимает самую рекламу ну жалко что я не скажу что мои там супер идеи вообще в принципе какие-то супер идеи хороших людей талантливых не доходят до экранов до потребителей до собственно до рынка просто потому что ну не нужны заказчику ему не надо это ему нужно проще покажите мой там не знаю тот же мобильный телефон с разных сторон покрутите и назовите его название ну и собственно и все больше ничего не надо вот это и убиваешься пишешь креативные идеи вот эти ночами не спишь пишешь по 8 концепций вот и в итоге не принимается нет да я помню все это я помню когда приходилось просто чуть ли не в кровь клиент требует ролик должен быть 30 секунд но клиент требует чтобы в ролике прозвучал адрес фирмы офиса телефон причем не один еще и факс тогда это было номер телефона факса еще обязательно какая-нибудь реплика такого плана приходите у нас только лучше ребята но это это куда ну во-первых в рекламе нельзя сравнивать и слова лучше в общем-то звучать не может ну если свои ограничения как только записываешь человеку показываешь сколько занимает времени вот это все что он хочет остается 10 секунд на все остальное вопрос а что мы в эти 10 секунд расскажем о вашей фирме и вот эти все бои это было очень тяжко поэтому я занимался рекламой ну скажем креативной и исключительно для тех людей которым это было надо а потом их стало все меньше и меньше объясню почему кстати это может будет интересно тем кто как-то отследить или отслеживает развитие радио и телевидения и рекламного рынка все дело в том что раньше рекламы в те годы 95-96 год например это прошлый век прошлый век обалдеть занимались производством рекламы агентства серьезные агентства чего жеевского например да греймов тот же там этот самый какого который сейчас голливуде кино снимает выпало слово бэкмомбета и так далее они занимали они делали правда потрясающий рекламу и для телека для радио точно так же и агентство меликов и филиурин например очень хорошая новосибирская агент много вот мы занимались этим тритон аудиомастерская тоже обеспечивали очень многих радиорекламой качественной но потом но рынок есть рынок бизнес есть бизнес радиостанции стали при себе создавать маленькие такие студийки это камень-богород не твой не подумай ничего для того чтобы можно было клиенту сказать мы вам сделаем прокат а реклама бесплатно сценария бесплатно креатив без все бесплатно я просто какой-то период времени когда ушел с одной из отвратительных на мой взгляд по музыкальному наполнению радиостанций ну так вышло что я там оказался поработать я ушел на полгода из эфира вообще сказал себе на радио вот я не могу все я и не могу музыку слушать я пошел заниматься вернулся в рекламу пошел креативить рекламу на радио максимум занимался там этим какое-то время это очень тяжело это очень утомительно потому что есть начальник твой но не важно что начальник может быть не настолько профессионален как извините за нескромность как ты но дело не в этом там другая там поток там тебе говорят вот надо этому клиенту написать вот это вот это и вот этого секунду ты мне уже рассказал что надо написать ну да клиент этого хоть а зачем я тогда тут нужен а зачем зачем тогда я создавать что и какой я что я креативлю то в таком случае я тоже не смог этого терпеть ушел туда вот к сожалению потом когда случились вот эти вот окази с производством радиорекламы прямо на радиостанциях либо за даром либо за копеечку какую-то малую и клиенту это стало выгоднее клиенту по барабану креатив ему важно чтобы его информация прозвучала и агентство которые производят радио и телерекламу потихоньку рассосались но вот для меня поэтому удивительно то о чем ты сейчас говоришь то опять начали появляться получается профессиональные агентства этим занимаешься да да но толку то профессиональная реклама не начала появляться понимаешь а чем ты там занимаешь я ее делаю но процент то что называется выхлоп процент реализуемых идей наверное ну два процента может два с половиной все остальное к сожалению пишется куда-то в песок в стол и чему жалуемся может что-нибудь хорошее давай поговорим это не тихонечку мы не жалуемся мы фиксируем это важно потому что люди которые ну скажем как-то увлекаются радио и там слушают радио многое увлекаются всякими разными интересными делами они тоже задавались вопросом не эти вопросы задавали а как что реклама на чем там станции я долго все это объяснял за кадром теперь вот мы рассказываем об этом прямо в эфире тоже полезная штука куки что еще у тебя из такого чем-то мог похвастаться бы прямо сейчас ну по есть еще группа понятно есть еще песни понятно есть еще то что ты делаешь с укулеле это потрясающая история постоянно вижу фейсбуке новые появляющиеся ролики на злобу дня кто не знает коля делает песенки такие на злобу дня по новостям каким-то ярким на укулеле укулеле это маленькая гитарка на в анонсе на фотографии он как раз смычком почему-то играет именно на укулеле но он может я знаю что этот человек может даже укулеле смычком завести она играть начнет ты с укулеле продолжаешь дружить вот в таком ключе в меньшей степени вот но очень хочется это все это дело возобновить в конце концов потому что наконец появилось время на нее но и на укулеле на этот ключ на какие-то единственное что я хочу хоть хотел бы они все моим укулельные песни в основном были очень жестко политизированы прям это просто потому что меня очень здорово цепляла находил мгновенный оклик и вот на этой злостью они все и писались сразу было жару сейчас я всем вам задам вот отчета мне как-то ну хочется попробовать это сделать менее таким вот агрессивным но при этом более веселым не знаю в какое ключ это все это выльется вот но очень хочу попробовать вернуться к этому формату вот в таком варианте без такой без острой политической направленности ступой политической направленности тебе проще потупить этого или чем поострить ну в общем вот такой многогранный человек тут значит данил а в ютубе в чате пишет так если фирма покупает рекламу на месяц она не будет платить за ролик 50 процентов от суммы медиаплана и проще диктора записать данила какая-то фирма покупает рекламу на месяц скажите мне вообще понимаете в производстве рекламы и собственно говоря в ее движении нет таких фирм если мы говорим о серьезных производителях которые крутят рекламу месяц выхлопа не будет это я вам гарантирую обычно это все делается несколько иначе это целый цикл большой серьезный рассчитывается он минимум на год ну короче вот все это объяснять сейчас не хочу это на мастер-класс ходить но поверьте мне что те кто покупает рекламу на месяц они кидают вот как-то в песок туда в песок вот именно туда насливают полюс если клиенту обновлять ролик с новой ценой или делать второй ролик для продукции зачем ему другой дорогой ролик ой да не ну в этом смысле я отвечу коротко ну конечно можно ходить в туфлях производства фабрики большевик и говорите зачем собственно мне дорогая обувь то ну зачем я хожу их ну мозоли да ну там палец ноготь въелся в палец ну да ну что ну хожу же а можно приобрести что-то более дорогое серьезно и ходить в этом гораздо дольше и с большим комфортом понимаете какая штука а так-то да я на ней работаю пишет данила я не знаю где вы работаете чем вы занимаетесь рекламе создаете такие странные вопросы мне кажется вопросы странными зачем переплачивать зачем платить за хороший креатив зачем собственно говоря делать классен классную рекламу как он скажем снимать хорошее кино зачем писать хорошую музыку зачем писать хорошие книги если есть что-нибудь что можно просто почитать если зачем живанецкий если есть уже петросян извини коля да я ничего страшного извини дорогой так что как зачем для того чтобы было хорошо и качественно не ну тут можно конечно там долго это дело обсуждать рекламу бывает разные направленности разных необходимостей судя по употреблению слов медиаплан данил действительно работает с рекламой и по крайней мере ну имеет отношение к и вот но и мы сейчас говорим о креативной как раз рекламе не мы не креативный об информационной да я забыл упоминать данила пишет возможно человек имеет ввиду данил информационную рекламу если допустим где-то срочно нужно продать килограмм тонну арбузов которые подгнивают конечно сделать ролик за три копейки на улице такой-то в магазине там-то срочно арбузы по цене 3 копеек да это ну да такое конечно тоже может быть и тоже возможно очень важно но мы-то говорим о креативной рекламе мы говорим о том на что приятно посмотреть что приятно интересно послушать это знаете несколько разный подход разный а то что фирмы не готовы платить ну да это от жадности это просто от непонимания от жадности не понимаем даже нет не столько от жадности сколько от непонимания и вот и и от того что на начале наш генеральный директор написал уже. Вот это вот давайте. Вот он текст написал. Хороший диктор. Озвучьте нам это. Диктора, дайте озвучьте текст. В тексте же все сказано. И чем дальше, тем больше ты слушаешь таких вот роликов и думаешь, лучше бы премьеру послушать, наверное. Давай. Ну его. Хватит про рекламу. Надоело уже. Ну, можно. Это новая песня. Совсем. Да, это новая песня. Совсем. Не знаю, что еще о ней можно сказать. Совсем новая песня эта. Хорошая. Конечно. Да, конечно. Конечно. Записана она совсем недавно. Записана она совсем недавно. Вот. Пока только мной, даже без коллектива, потому что не до того было немного. И хочется с пылу с жару что-то показать, поэтому вот это все мое. Чистая премьера, абсолютный эксклюзив. Песня называется... Почему я говорю, что ее надо обязательно послушать? Потому что она называется обязательно. Да. По сути дела, мы выполняем обязательную программу. Премьера песни от Николая Гринько и Грин. Николая, надо чуть потише сделать микрофон. Там жалуются? Я ору. Фончик какой-то. Я убрал его телефон, но вроде говорят, что фон ушел. Фон ушел, скажите, пожалуйста, не фонит теперь микрофон? Телефон Колин я спрятал подальше. Нет, просто так как Николай... Как он обычно это делает? Отжимает телефон у гостей? Да, да, да. Ну, чтоб не фонило. Даниле я отвечаю. Ну, он пишет, опять же, сейчас мы в Ютьюбе пока что общаемся, не готова фирма за это платить. Понятно, что не готова. А когда человек хочет платить больше, если можно заплатить меньше? Вы поймите правильно. Вот вы занимаетесь, как он пишет, 4 года в радиорекламе, сейчас 20 тысяч рекламы на месяц могут позволить далеко не все. Да это понятно. Во-первых, насчет позволить. В больших и даже в средних фирмах рекламный бюджет заложен в бюджет. Они обязаны платить за рекламу. Просто они на этом деле экономят. Это первое. Второе, что очень важно, работает та реклама, которая иногда, вот могу точно сказать, даже не креативная реклама работает. Работает реклама, которая преподносит что-то, что очень важно и нужно на данный момент. С этим вообще никаких споров, споров никакого нет. Допустим, сейчас актуально, я не знаю, что может быть, зимняя резина актуальна, к примеру, ролик, в котором нет никакого креатива, просто всем привет, вот вам зимняя резина, нате вам. Вот тут может сработать легко, потому что люди возможно кинутся, менять резину, им это срочно. Я сейчас фантазирую, но факт, остается фактом. Если же мы говорим о рекламных компаниях, ну вот вспомните, да, телевизионные рекламные компании, Билайна, например, да, вот эта красотища, там МТС, все, что сделано для них сейчас. То, где этот самый товарищ Нагиев, кого он рекламирует, сейчас целая серия, с Колей, кстати, по-моему, там у него напарник Коля, что ли? С кем только он там? Валера с ним постоянно какой-то. Ну вот это и есть креатив. И это, смотришь и понимаешь, что это имиджевая, так называемая, реклама, которая поддерживает бренд, поддерживает информацию о бренде. Но это приятно смотреть, черт возьми. Семен, Николай все-таки сильно вылетает в очень высокий уровень, когда... Ну, никто ничего не... Юля следит. Да, да. Я спросил ее по уровням, все нормально. Ну, значит, в общем, потом подровняем. Петличка, видишь, у тебя на микрофоне? Не-не-не. Вот. Это так экспериментальная история. А сейчас вот мы еще две петлички должны будет довести. Мы сейчас тестим, что звучит лучше, что звучит качественно. Вот у тебя... Тебе я поставил петличку, себе взял вот такой костыль сейчас пока. Все для гостей, все для дорогих гостей. Молодец. Пирожки, чай. Классный имиджевый ролик на вес золота, но люди далеки от понимания, что это реально работает, и что месяц мало, нужно месяц... Ну, понятно. Да, три-четыре месяца, совершенно верно. Именно такой цикл необходим. Ну, вот странно. У нас почему-то постоянно оглядываются на запад и на западный пример, да, а вот когда люди заходят о том, что есть возможность посмотреть на опыт запада, западных компаний, рекламных в том числе, когда говоришь, вот посмотрите, сколько стоит сто... А, нет, мы по-своему пойдем. Понимаешь, вот анекдот. Ну, есть же масса примеров, говорящих и показывающих, как это работает. У нас не любят платить и зарабатывать хотят сразу. Вложил сегодня, получил завтра. Это правда. А так что... Знаешь, когда для западного бизнесмена вложить сегодня, получить прибыль через 10 лет, это нормой считается. У нас, скажи человеку, три года, он начнет креститься, как отлады на тебя бежать. Как три года? Я хочу через год уже обратку вернуть. Ну, если бы через год... Ну, такой у нас бизнес, да, к сожалению. Знаете, это такая страна. Так, яка страна, так и ты рак. Помнишь, они... Ну, что, 20 секунд. Пойдем дальше. Ну, давайте продолжим. Песня замечательная, могу тебе сказать. Спасибо. Извините. Вот теперь могу сказать спасибо. Замечательная песня. И всем рекомендую прислушаться к тексту, потому что там... Ну, Коль всегда человек, отличающийся глубиной, яркостью и глубиной. Как это называется еще? У фотоаппарата... Хотел мягко, без слова, употребить... Глубина резкости. Фокуса. Фокуса. Почему я вдруг заговорил о фотоаппаратах? Помимо всего прочего, я говорю сейчас совершенно искренне. Не потому что ты мне друг, и знаешь, как говорят, хоть и друг мне Горацио, да, но истина важнее. Горацио мне друг, но истина важнее. Вот так звучит фраза. На мой взгляд, Коля офигенный фотограф. Просто офигенный фотохудожник. Я с нетерпением всякий раз жду в Фейсбуке, там куда-то выкидываешь... В Фейсбук чаще всего ты выкидываешь. Серию своих фотографий, где бы ты ни бывал. Вот сейчас, по-моему, в Испании, да, где-то ты? В Испании, Португалия. Португалия. Как ты находишь эти кадры? Для меня это полная загадка. Это такое ощущение, что половина из того, что ты делаешь, это постановочно, потому что так... Ну, я же говорю по ощущениям. Настолько у тебя глаз наметан, и ты это видишь. Такое ощущение, что так не бывает просто в реальной жизни. Ну, не может вот этот человек идти, и тень, чтобы падала на стенку вот именно так, а рядом вот с этой тенью еще там граффити на стенке. И все настолько в тему. Думаешь, ну как-то надо же было поставить, наверное, это все, заставить человека идти, чтобы он ходил, пока ты щелкаешь. Но я уверен, что это не так. Это признание тебе, если хочешь. Спасибо. Признание тебе и твоему таланту, потому что, если ты заметил, я, ну, может быть, не везде все вижу, но лайкаю я обязательно, потому что это классно. Это разглядываешь, как картины хороших, таких серьезных художников. И кому-то, кто не в курсе, я очень рекомендую. Фейсбук. У тебя же чаще больше... Или где? В Инстаграме у тебя больше? Фоток больше в Инстаграме, да. Загляните в Инстаграм. У тебя как называется Инстаграм? Если бы я помнил... Ну, наверное, можно меня там найти, как Николай Гринько. Ну, Гринько, Николай Гринько, наверное. Да, наверное, да. Обязательно загляните, потому что там такое роскошество формы, роскошество вида, роскош... Нет, правда. Это очень круто. Но, помимо того, что он замечательный фотограф, кроме всего прочего, знаете, сколько у человека талантов, он еще и собиратель. Это да, жадина. Собиратель фотоаппаратов. Я знаю, что в его коллекции есть два наших. Вот подарок мы подарили ему два замечательных... Ну, как замечательных? С нашей точки зрения бесполезных совершенно. Осмальные. С точки зрения, да, замечательных фотоаппаратов старинных каких-то там, я уже не помню, кто это. Кодак. Ты даже помнишь. Конечно. Кодак номер один, да. Кодак номер один. А, да, точно. И второй какой-то был такой же. Второй ОПА, по-моему, он называл. ОПА. Да. ОПА. Да. Ты как-то обещал, ты где-то зарекался, что больше... Не-не, хватит. Но остановиться так и не смог. Сколько у тебя в коллекции фотоаппаратов? Ну, сейчас, кажется, 45 у меня этих фотоаппаратов. Кошмар. Скажет. Ну, я же не хожу по дому, не подсчитываю каждый раз. Я не могу вспомнить точно сколько и не понимаю, ну, надо ли учитывать там цифровые фотоаппараты или плёночные. Цифровых у меня четыре. Ну, современных. Ну, да, да, да. А всё остальное... Всё плёночное. Всё это плёночное. И чем древнее... Ну, не чем древнее, тем лучше. А я вот люблю фотоаппараты 50-х-70-х годов. А где ты плёнку-то проявляешь сейчас? Ты же делаешь на плёнку фотки, я знаю. Да. А где ты проявляешь? В Москве, да, достаточно много мест. А ещё есть? Есть ещё, да, можно проявить. Руками я сам... Это экономически невыгодно самостоятельно проявлять плёнку, особенно цветную. Это горе, конечно, беда, но тем не менее. И чем дальше время идёт, тем меньше нам, плёночникам, будет оставаться возможности где-то проявить плёнку. Но пока есть, и я вот ещё в этом последнем вагоне этого поезда плёночного ещё трясусь на своей дрезине. И ещё проявляю всё это дело. Вот уже не печатаю, потому что печатать уже по нынешним временам дорого, долго и так далее. Я сканирую проявленную плёнку, но вот плёнку проявляю и... Платон не друг, но истинно дорожный. Писал Валентин Воропаев. Ошибся я, да, я всё пытался вспомнить, кто, Горацию или Платон. Почему я Горацию приплюл? Не знаю. Всё, да, действительно, Платон. Вот не умею не признавать ошибок. Мог бы промолчать сейчас. Но правда, Платон не друг, но истинно дороже. Так звучит фраза в оригинале. — А покупаешь ты плёнки где в таком случае? — Тоже продаются они, и нормально продаются. Есть магазины, да, их... — Что-то я не видел. — Их по всей Москве, наверное, штук 15 в сумме, но они есть. А ты не видишь, потому что ты не смотришь, и тебе не нужно. Магазины женского белья часто видишь? — Вот вижу. — Они заметные, да. — Вот это вижу, оно всё на глазах. — Плохой пример. — Как в Амстердаме, знаешь, вот эти красных фонарей, там девочки, да, так идёшь, а тут манекены в нижнем белье. Конечно, не увидеть невозможно. Ну, то есть, пока ещё плёнка продаётся. — Пока есть, да. — Но только, я так понимаю, 36, которая кадров, вот это вот... — Ну, есть 35 миллиметров и ширина, да, да, узкая так называемая плёнка. Продаётся ещё и производится широкая плёнка. — Ещё до сих пор. — Да, существует 62 миллиметра. — Ну, я снимаю, очень люблю снимать на ту, которая не широкая и не узкая, а её приходится либо покупать где-то на интернет-аукционах, либо делать самому из широкой, резать. — Ты режешь плёнку? — Да, я, в общем, не ищу, просто их путей, как выяснилось. — Ты сумасшедшись. А дырочки перфорации ты чем делаешь? — К счастью, ничем. — А как же, если ты отри? — Она без перфорации там. — А, широкая плёнка? — Широкая без перфорации, да. — Да, я бы тоже не знал этого. По-моему, там, с одной стороны всё-таки должна... — А как она перематывается так? — Катушкой, просто прям она её тянет, эта катушка. — Мне казалось, на широкой тоже, как минимум, с одной стороны перфорации. — Нет, нет. — Нету, да? — Нет. — Ну, ладно. Хорошо. То есть, в принципе, ты и здесь, в общем, выпендриваешься, я понял. — Ну, я, да, сложно сказать, что выпендриваюсь. Я вообще... Это же необъяснимый какой-то процесс, который не выгоден со всех сторон. Абсолютно со всех сторон. Ты тратишь деньги на эту плёнку, потому что... И каждый кадр в итоге, я как-то считал, обходится приблизительно в 50 рублей, что ли, вот каждая из них, просто снять, сделать, проявить и отсканировать. Если всё это разделить... То есть, в цифре мой кадр не стоит ничего. Я его отщёлкал, вот он есть, я его удалил, снял. — Как это ничего. — Понятно, что купил фотоаппарат один раз. Но тут я тоже купил один раз фотоаппарат, понимаешь? Вот. Но здесь я всё время вкладываюсь ещё в плёнку и в проявку. И вот с этой точки зрения это невыгодно экономически. Это невыгодно, потому что ты не можешь посмотреть сразу после того. — А давай, может быть, попробуем выставку твоих фотографий сделать? — Да давай. — Не, ну как, вот я имею в виду попробовать, ну, то есть, давай, я имею в виду, надо подумать, как это сделать. Найти выставочные какие-то площади, попытаться, да, показать твои работы серьёзным людям. Я уверен, что любой серьёзный специалист, понимающий в этом, откликнется на это дело. И надо подумать, как это всё можно попытаться сделать. Тем более, есть у нас ещё следы прошлого, когда мы занимались программами о культуре. Мы много чего делали такого, да, я думаю, что если так-то хорошенько на скидку подумать, можно попытаться это сделать. Почему нет? Ты же, как говоришь, в стол всё это делаешь. — Ну да. — А почему? — Я не могу объяснить, почему. Ну, вот это такое, видимо, странное устройство, моё собственное внутреннее устройство души и чего-то ещё. При всём том, что я вроде бы должен, как музыкант, очень хотеть показать, и я это хочу, результаты собственного творчества, да, вот вроде бы, с фотографиями как-то так не получается. Мне достаточно того, что я их где-то выложил в интернет, что я там, что они где-то есть у меня, и мне они нравятся. Но ещё история с выставкой, рановато, пока рановато. — Слушай, а не поздно ли будет? — Вот когда будет поздно, это самое время, понимаешь? — Почему рановато? У тебя, ты никогда не подсчитывал, какая у тебя коллекция фото у тебя удачных? Ну, таких вот, чтобы можно было серий. Серия по Испании, серия по Португалии. У тебя были какие-то ещё серии, ты делал специально пробные, ну, как ты сравнивал, да, цифровая фотография с плёночной, причём плёночная с этого. Года фотоаппарата, плёночная с этого. Ну, это тоже целые циклы, это же потрясающе интересно. Ты же сам это изучаешь, ты же сам на это смотришь, не просто так. — Так, мне, понимаешь, мне интересно этим заниматься, мне интересно это делать. Мне не очень интересно это показывать. Наверное, вот так. Как ни странно, да. Ну, вот сам процесс меня очень нравится. — Не, ну, а процесс это не напоминай, потому что, если не год, хорошая. — Да, 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 да. — Там тот же подход, очень интересен процесс, понимаешь? — Ну, в общем, подводя итог, так сказать, во всех талантах, мы ещё эфир не успели начать. Только о талантах рассказываем, а уже 40 минут прошло. Николай Гринько, музыкант, автор текстов и песен в своём коллективе, в данном случае группа «Грин». 22 ноября, концерт в 8 вечера. — Сокольниках в море внутри. — Клуб? — Да, клуб «Море внутри». — Клуб «Море внутри», «Сокольники». В 8 вечера, я очень рекомендую вам туда приехать. Целых три отделения будет в этом концерте. Три, не два, бывает одно, не два, три. — Причём второе отделение, где Коля с укулелем, а это очень на злобу дня интересная вещь. Он поёт о новостях в том числе. Это очень смешно, весело и очень остроумно. Музыкант, да? Коля — звукорежиссёр. Причём главный звукорежиссёр радиовест. Коля — сценарист, который писал сценарии не на ночь глядя, но для команды товарища Петросяна. Даже не помню, что это такое. Потом занимался ещё продюсированием утреннего шоу на радио «Ретро». На радио «Ретро». Плюс ко всему, плюс ко всему. Он собирает фотоаппараты и ещё плюс ко всему. Он потрясающий фотограф. Вот реально. Для меня, например, просто фотографирование, ну это вроде бы щёлк и всё, и кадр готов. А вот увидеть, вот увидеть тот кадр, который в итоге получится роскошным, в конце концов, потрясающим кадром. Я просто помню, ты рассказывал о том, что плёнку, где-то ты писал, о том, что плёнку засветили какую-то недавно. Но один, как минимум, кадр там остался. Потрясающий кадр. Вот всё засвечено, а тот, который остался, я смотрю и думаю, это же надо было выбрать, наверное, именно этот кадр тому, кто засветил эту плёнку. Остался, ну, роскошный. Это его достоинство тогда, того, кто засвечил. Нет, но так его засовет. Ты же делал кадры, ты же делал фотографии. В общем, со всех сторон человек, обладающий огромным количеством талантов, и при этом остаётся жизнерадостным, времени и сил ни на что нет, но жизнерадостным. Глаза светятся, в общем-то, радостью и светом, и теплом. Со всех сторон положительная личность. А есть у тебя что-нибудь отрицательное в тебе, скажи мне? Отрицательное? Вот я что-то не припомню. Да нет, ну у всех же есть что-то отрицательное. Самое говёное, скажи, что в тебе. Самое говёное во мне... Ой, блин, столько сразу всего всплыло, и самого даже я прям не знаю. Я ночью ем, вот, например. Кошмар. Представляешь, да? Ужас. Три года без правопереписки тебе дать надо за это. Так, ночью ешь, это плохо, да? Да, ночью ем. Никак не могу заставить себя вернуться в большой спорт. В маленький тоже не могу заставить себя. Ни в какой не могу. Я ленивый, что ещё? Ну ты шо? Да. Вставать в полпятого утра, ехать на одну работу, потом ехать на другую до девяти вечера, приехать домой, поспать опять в полпятого утра и сидеть писать тексты для людей, которые эти тексты читают в эфире. Очень ленивый человек. А если бы ты не был ленивым, я даже не представляю себе, как бы ты раскинул свои клешни вообще на всю страну в таком случае, а тебя бы спасения не было, если бы ты был ещё и трудоголиком при этом. Хорошо, что ты ленивый. В таком случае. Хорошо, что я ленивый. Нет, я вот сейчас про правду подумал. Главный мой грех в том, что я очень быстро выгораю. Вот мне безумно интересен какой-то вот процесс, что-то вот я делаю, 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 и в какой-то момент я начинаю делать это уже по инерции, мне хочется схватиться за что-нибудь ещё. И вот ты считаешься, вот таланты там, таланты сям, а я думаю, твою мать, а что же я... Ну, есть же там, не знаю, человек, про которого... Он художник, вот он всю жизнь худой, и вот он худой, гениальный художник, да, вот и всё, и нормально, и хватит. А что меня мотает-то всё время в какие-то самые разные стороны? Вот, наверное, это главный недостаток мой. Ну, как недостаток? Ты понимаешь, если бы тебя мотало, что называется, просто так, то, наверное, недостаток, а так как ты это делаешь талантливо и там, и там, и там, то, в принципе, это, скорее всего, часть достоинства. Просто, знаешь, куча талантов, это, наверное, тоже, я теперь понимаю, беда, потому что не знаешь, как себя применить. О, вот, куча, это очень правильное слово. Видимо, так. Куча. Ну, самокритично, это положительное, скорее всего, явление. 925-526-2737, 925-526-2737, вайбер, ватсап, вот, например, сообщение от Владимира. Здравствуйте, Николай. А будете ли вы тамадой на будущей свадьбе Петросяна? Если не звали, хотели бы? Ну, паси, господи. Ну, я это знал, что вспомнили, товарищи, и все, теперь начнется спам вокруг этого всего. Да, да, да. Да, ради бога. Он еще развести с ним успел, а уже что, женится, что ли? Я не знаю. Я давно не общался просто. Я тоже не в курсе. Да. Пока за пивом гонял, уже эфир кончается, пишет Александр. Ничего себе. А вы ничего не пропустили? Мы тут ни о чем не говорили, в принципе. Так, немножко по рекламе прошлись, и по талантам Гринько. Так что, в принципе, ничего нового. Говорят, что камеры в телефонах, пишет Владимир, пиксельными смартфонов, пиксельных смартфонов по вашему... Так, секундочку. Говорят, что камеры в телефонах, запятая, но, тем не менее, фото с 12-20 пиксельных смартфонов, тире, по-вашему, качественные или все-таки нет в сравнении обычных? Короче, я перефразирую. В общем... Давай попробуй. Я не понял. Я тоже пытаюсь понять мысль, не очень ловил. Значит, даже если максимальные 20 мегапикселей в смартфоне стоит камера, что касается качества этой камеры и обычного, как он пишет, фотоаппарата. Обычно фотоаппараты тоже разные бывают. Мегапиксели — это совершенно не главное в фотоаппарате. Абсолютно. Там размер матрицы имеет значение. Размер матрицы. Главное — оптика. Оптика. Да, оптика. Ну, а размер матрицы — это часть оптической системы. Поэтому, да, все. Размер то, через что свет проходит, и как он проходит, и то, куда он попадает. А количество мегапикселей... Вот мой цифровичок, Fuji, у него их 15. Не 20, не 40. Да, и их более чем достаточно. Он снимает просто потому, что у него очень хороший объектив и довольно крупная матрица. Телефонные камеры, они хороши тем, что ты мгновенно получаешь тот самый результат, над которым трудились люди за тебя. Они, потому что там же внутри, еще же, мы этого не видим и не знаем, там еще куча мелких улучшайзеров в этих маленьких линзочках крохотных, которые... Именно поэтому они так выглядят, эти фотографии с телефонов. Слушай, если бы матрица для фотоаппарата в смартфоне занимала объем всего смартфона... Да. То тогда оптическая система весила бы, наверное, килограмм 14. Серьезно, наверняка так. Короче, чем больше света проникает через объектив к матрице, тем лучше. Нет, от мегапикселя тоже много зависит, но это нерешающий фактор. Это нерешающий. В любом случае, надо ответить Владимиру, что для каких-то практических целей камера в фотоаппарате или в смартфоне она хороша, но лучше иметь нормальный, качественный фотоаппарат, чтобы делать качественную фотографию. Я вдруг вспомнил, а если размеры, если иметь в виду размеров на заре появления, на заре появления мобильников в России, тогда бы... А никто был шикарный, конечно, по этому поводу, когда идет мужичок по Красной площади, тащит у себя за спиной огромный вот такой чемодан на колесах. И в маленькую трубу какую-то штуку, а люди не очень понимают, что что-то говорит. Кому-то там что-то сообщает. Нараз ходит, оглядывается, один не выдерживает, подходит, говорит, скажите, а что вы сейчас делаете? Он говорит, я по телефону разговариваю. Что значит по телефону? Вот трубочка, это сейчас новое, совершенно новое явление, мобильные телефоны, сотовая так называемая связь, когда никаких проводов на расстоянии. Говорит, обалдеть, обалдеть. И как вам? Говорит, да нет, вообще-то, конечно, хорошо, маленький, легкий, но батарея, имея в виду тот чемодан, который у него за спиной. Еще раз напомню, 4647 – это короткий номер для ваших смс, к своей пробел. Дальше ваше сообщение. Вопросы можете, конечно, задавать или как-то делиться мыслями. Всем привет, пишет Александр, как много нового за один вечер про давно небезызвестного Гринько. Безудержный заряд позитива, хорошего настроения на долгое время. После таких эфиров прямо снова вдруг жить хочется. Даже Витя Александровна, боже упаси, что же вы? Спасибо, Саша. Видишь, как я говорю, что иной раз стоит напомнить о человеке и немножко рассказать о нем того, чего могли не знать. Да, Коля – один из уникальных, на мой взгляд, людей в моей жизни, по крайней мере, с кем я лично знаком, которые обладают не одним, а множеством, реально множеством талантов, и практически все, что я вижу, делают исключительно хорошо и качественно. А есть, ну скажем, что-то, что ты бы хотел объять, но пока не объял? Живопись, например. Нет, я рисую, рисую я очень так, средненько. – Ну, может, и хорошо, хоть где-то провал будет. – Да, действительно, да. Что бы я хотел объять, но не объял? Не знаю. Я вот, не знаю, открыл себе, я украл у тебя немного хлеба, открыл интернет-радиостанцию. – Ты, ради бога, что ты украл? Ты добавил, может быть. Что там у тебя крутится? – Попса западная, не волнуйся. Да, вообще, твою полянку никогда не буду трогать. – А это не просто ее тронуть, это после этой полянки работать надо. – Вот именно. – А там западная попса. И где она крутится? Ну, ты из дома, что ли? – Нет, ну, есть сервер где-то удаленный, я даже не знаю, где он. – Ну, через iCast? – Ну, нет, не совсем. Там, собственно, у нас бригада, коллектив работал. Один человек совершенно с нуля написал софт для нас. – Долго? – Да, серьезно. Вот, он занимается нашими техническими делами. – Как называется? – Радио Шенген. – Шенген? – Шенген. – То есть ты всем предоставляешь Шенген, получается? – Ну, типа того. – Кто служит радио. – Да, да, да. – Ну, и как успехи? – Да никак пока. Ну, она существует, развивается, но не объявляя, вот, как ты, понимаешь? – Ну, подожди, всему свое время. Сколько времени существует станция? – Ну, меньше полугода. – Ну, подожди, еще рано. Это, во-первых. А во-вторых, больше качественной музыки, такой, как у группы Грин, и обоймешь? – Там нет, и не будет группы Грин никогда. – Вот и все, вот и все. Тогда не обоймешь. – Тогда не обоймешь. – Не обойму, не обойму. – Не, ну, тоже, видишь, еще, пожалуйста, еще одна сторона. Вот, кстати, вот об этом я не знал, о том, что ты еще этим занялся. – Да я боялся тебе это говорить. – Да, а что ты? – Побьешь еще? – Да, вот я тебя умоляю. – Я тебя умоляю. Когда у меня бывшие студенты открывают радиостанции, говорить ничего об этом не буду, так я живу как-то после этого, и нормально себя чувствую. А ты-то человек талантливый, со вкусом. Я полагаю, все у тебя сложится, и все будет хорошо. А как же приятно вас слушать, пишет Андрей Шкиперов. А кому это вы? Кулю, скорее всего, на вы называй. – Не знаю, меня на вы как-то, я до сих пор не могу привыкнуть. – Или он нас обеих, господи. – Обеих, господи, обоих имеют в виду. Ну, тогда спасибо, Андрей Шкиперов. Спасибо большое. В общем, а что еще? Ну, радиостанция, я теперь понял. – Ага, господи, а что ты говоришь? Что я хотел бы, но не получается? – Может быть, есть мечта, не то слово, не в нашем возрасте мечтать. Ну, знаешь, как актеры говорят? Я сыграл за свою жизнь столько-то, 58 ролей, и всегда мечтал сыграть, и называет кого бы. – В ящик. Ну, если ты сыграл 58, много же. Устал, наверное. – Циничная шутка. Но смешно. – Спасибо. – Но смешно, да. – Не знаю. Нет, у меня бывает иногда... – В кино, например, сыграть. – Нет, это не мое. Несмотря на то, что у меня почти театральное образование, но кино я не умею. Я пробовал, и не получилось. Были пробы для сериала, аж для Первого канала были пробы сериала, и мы с фантастической Кристиной Бабушкиной, мы играли мужа и жену. Она такая, ну, она клевая вообще, клевая девчонка. Вот, но дальше пробного пилота дело не пошло, и вот... – Не ты, не она? – Не, Кристина, она сейчас там, ого, она в большой разнице. Она куда только не плюнет вообще, она отличная. Вот, а я... – А, да, забыл же, как же, Коля еще вел на маяке программу про кино. – Да. – Кстати говоря, вместе с семейной парой. – Петр Глаунц, да, Инна Королева. – Инна Королева, да. – Мы с ними вместе рулили этим. – Клевая, да. И, в общем, была хорошая программа, кстати. Вот, забыл я еще упомянуть и об этом Таланте. Хорошо, я так и не понял. Что еще бы ты хотел, вот, мечтал? – Я придумал. – Вот, придумал. – Да, я вот придумал. Я бы мечтал, значит, поселиться в 68 лет на берегу... – То есть через годик уже? – Да нет, почему, через полгода. – Я забыл один раз. – В Португалии, на берегу Атлантического океана, подбирать вынесенные океаном доски старые от ящиков. – Подожди секундочку, ты про ящик не зря сказал. – Да. – Так. Ну, там, от ящиков, от лодок и всей этой фигни. И делать из этих досок, вынесенных океаном, мебель. И продавать. И вот на это жить. Нормально? – Ты умеешь делать мебель? – Ну, могу. – Вот этого я тоже не знал. А какую мебель ты умеешь делать, Коля? – Ну, такую разную. – Столы, стулья? – Ну, столы, стулья не совсем. Комоды, тумбы в основном. Мягкую мебель точно не умею. Мягкая – это очень сложно. А корпусную – вот могу, да. – Ты реально делаешь мебель? – Не, не делаю. Давно не делал, очень давно. – Секундочку, давно не делал, но ты ее делал? – Ну, да, когда-то делал. – А что, ты для себя делал или, может быть, на продажу? – Нет, не продавал никогда. Ну, я думаю, надеюсь, что руки помнят, что навык остался. Фотографию он делает в стол, а мебель он делает… – В стул, да. – В стул, либо в комод. – А чего я еще о тебе не знаю в таком? Я думал, что я все о тебе знаю. Оказалось, нет. Мебельщик оказывается, краснодеревщик еще оказывается. – Не, не краснодеревщик. Краснодерево сложное. – Да, эти красные дерева будут краснодеревщиком. То есть, твоя мечта, я так понимаю, жить на побережье, собирать вынесенные океаном доски, из этих досок делать мебель? – Да. – Обалдеть. – Так много выносит? – Да, достаточно много выносит. Это даже не важно. Это можно найти, поискать. Можно найти. Главное, мебель из этого материала получается офигенная. Серьезно. – Просоленные доски, ты имеешь в виду? – Да, они вынесенные, высушенные после всего этого дела. Уже обмытые, со следами старой краски. Винтаж с гвоздями ржавыми, торчащими из нее. Это же время, это следы. Это все там вот… Ух! – Ох, Коля, чего я еще нового о тебе узнаю за оставшиеся там несколько минут, не знаю? – Ну, стоматологический техникум я так и не закончил. Я шучу сейчас. – У меня глазки тихонько полезли на лоб, еще и здесь. – Нет-нет-нет, я сейчас шучу. – Ты сейчас намекал на что, по поводу зубов-то? – Ну, нет, я просто первый, что в голову пришел. Ты спросил, чего я о тебе не знаю, я решил придумать что-нибудь, что ты обо мне не знаешь. – Ты пишешь сценарий прямо на ходу, я так понимаю. – Ой, как же все-таки время-то летит быстро. Еще одну песню в любом случае мы послушаем, но уже под финал, мы просто попрощаемся. После всего этого я поставлю «Бетонное небо» напоследок. Расскажешь что-нибудь об этой песне? – Слушай, песня написана прошлой зимой, а прошлая зима была какая-то адская вообще. – Бетонная. – Бетонная. Солнца не было совсем. Всю прошлую зиму висело низкое-низкое небо, облака вот эти серые. И мне они просто очень здорово напоминали, когда ты покупаешь новую квартиру, совсем и въезжаешь, в которой нет ничего. И бетонный потолок вот этот вот. То есть всю прошлую зиму мы все ходили под бетонным вот этим потолком. И что-то у меня так тоскливо стало, такой какой-то вот это. И я почему-то вот написал вот эту вот достаточно тяжеловатую такую вещь. Мы ее играем на концертах, но, по-моему, никуда не выкладывали, никому не показывая. – То есть это тоже эксклюзив? – Это эксклюзив, да. – Обязательно песня премьерная, эксклюзив, бетонная. А почему ты ее не выкладывал? – Потому что вот это тоже не окончательный вариант со всеми пацанами, это тоже сыграно только мной и дома. Вот. И мне кажется, ну, в общем, сейчас, наверное, уже можно. Почему бы нет? – Ну, значит, сейчас мы и рискнем это сделать. Напоследок, на ход ноги, что называется. Коль, спасибо тебе большое, что ты добрался, что приехал. – Спасибо, что позвал. – То ты что? Я бы хоть каждый день, но просто каждый день от тебе столько информации невозможно же набрать, так чтобы это было по-настоящему неожиданно. Твори, дорогой мой, я думаю, что... – А еще раз напомни тогда, обязательно напомни про 22 число. – 22 ноября в 20.00 в Сокольниках в клубе под названием «Море внутри» мы с бандой играем концерт в трех отделениях. Первое – электрическое, второе – укулельное, третье – электрическое. – Ну, в общем, это будет красиво, эффектно. Я думаю, что после того, как вы много узнали нового для себя о Коле, вам будет пойти на этот концерт просто еще интереснее, чтобы с удивлением посмотреть на него очередной раз и сказать, вот я видел этого человека близко. Я стоял рядом с этим замечательным человеком. Николай Гориньков был сегодня в первом части «Чайка.Лайф». Спасибо, Коль, будь здоров. – Спасибо. – И напоследок, сегодня в этом части твоя песня «Бетонное небо». Ждем следующего гостя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok